В медицинских учреждениях района, включая врачебную амбулаторию села Вольное, стартовала прививочная кампания. Это мероприятие направлено на защиту населения от сезонных простудных заболеваний. Вакцинация от COVID-19 также продолжает оставаться актуальной, так как новые штаммы вируса могут представлять угрозу для здоровья. Профилактическое направление в медицине у нас является основным. Известно, что любое заболевание проще предотвратить, чем потом в дальнейшем лечить. Особенно это связано в случае с инфекционными заболеваниями. Вакцина-профилактика занимает ведущее место. В настоящий момент, как обычно, в конце августа-начале сентября активно стартует прививочная кампания против вируса гриппа сезонного. Кроме того, сейчас параллельно выделяется вакцина для желающих привиться от COVID-19. В настоящий момент мы получили около 100 доз взрослой вакцины, около 50 детской. То есть вакцинация потихоньку идет, жители оповещаются путем социальных сетей, нам в этом помогает администрация, социальные работники. Привито на данный момент из 100 взрослых вакцин уже 87 человек мы привили. Поэтому все идет по плану. Детская вакцина у нас ультрисквадри, хороший четырехкомпонентный препарат. Взрослых прививаем с овигриппом, который хорошо зарекомендовал себя в предыдущие годы. Особое внимание в рамках кампании уделяется детям и пожилым людям, так как они относятся к более уязвимым группам населения. В основном, конечно, мы делаем акцент на тех группах, которые более подвержены заболеваниям. То есть это дети дошкольный и школьный возраст, взрослые, как правило, это декретированные так называемые группы, опять же, работники детских садов, школ, медицинские работники, сотрудники торговли, ну и люди, страдающие хроническими заболеваниями, прежде всего бронхолегочные системы, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет. Медицинские работники амбулатории призывают жителей не упускать возможность защитить себя и своих близких. Для получения прививки необходимо обратиться в амбулаторию. Я призываю всех проходить вакцинацию. В любом случае, как я уже сказал, профилактика имеет большую роль. Лучше предотвратить заболевания, не допустить каких-то тяжелых осложнений, чем потом в дальнейшем лечить и получать тяжелые осложнения различных органов и систем. Поэтому приходите, не бойтесь, вакцинируйтесь. Важно отметить, что вакцинация является безопасным и эффективным способом профилактики заболеваний. И каждый человек имеет право на защиту своего здоровья. Продолжение следует... Продолжение следует...